Объясним тем, кто еще не знает, гематрия это подсчет числового значения слова, исходя из того, что каждая буква у нас, ей приписано числовое значение. Первая буква алфавита, значение 1, вторая B, 2, третья гимна, 3. Кончается единица, начинается с буквы й и дальше, десятки, й 10, кав 20, ламы 30 и так далее. Кончается буква, которая отражает десятки, начинаются последние буквы алфавита, их 4 только, потому что всего у нас 22 буквы, осталось 4 буквы, это кав, реш, шин, хитан, 4 буквы у нас, которые сотни определяют. Буква коф 100, реш 200, шин 300, тав 40. Как быть с другими числами? В жизни есть простое число, например, 700. Нет его здесь. Как 700 определить? Правило такое, берется, сначала берется самое большое. Как правило так, самое большое. Из букв, вот последняя буква, тав 400, значит 400 у нас уже есть. Пишем букву тав, значит уже имеем 400. Сколько нам не хватает? 300, мы хотим 700. Кто у нас на очереди? 300. 300, если у нас есть число, нужно смотреть, если такое число 300 есть, приписываем дальше. Значит, тав и шин вместе дадут 700. Теперь, сегодня у нас 5780 год. Значит, тысячи не записаны, поскольку они очевидны, но тоже можно записать, я скажу как. 780 год. Вот 5000 и 780. Уже вы поняли как. 700 это будет тав и шин, а 80 как? У нас есть буква пэй. Целая буква, она 80 означает. Значит, мы с помощью трех букв, тав, шин, пэй, напишем 780. Если есть сомнения, какое тысячелетие, то можно тысячелетие писать. Это же легко. Всего мир будет только 6000 лет. Поэтому очень легко. Или 1, 2, 3, 4, 5. Сейчас шестое тысячелетие. Значит, 5. И плюс сотни и так далее. 5 это буква гэй. Значит, запишем гэй. Потом тав, шин, пэй. Это будет 5780. И так далее. Сколько угодно в разумном количестве. Так что, как записываются большие числа? Еще раз я скажу, выбирается прежде всего самое большое число, которое ближе всего к большому, как я на примере 700 показал. И дальше подбирается следующее, а потом еще следующее. Например, 900. Самое большое у нас 400. То есть нам не хватает, нужно еще 500, чтобы записать 900. 500. Нет такой буквы. Значит, нужно опять следующее, близкое. 500 это 400. Значит, у нас снова 400. Будет тогда 400 и 400. Тав и так. Тав. Сколько еще не хватает? 100, чтобы было 900. Это кув куба. Значит, тав, тав, кув. Кув вместе будет 900. Я думал, что я так разъяснил. Также в десятках, например, там 35. Как написать 35? Самое большое в десятках, которое ближе к 35. Это 30. Ламет. 5. Это гэй. Значит, ламет гэй. Это будет 35. Есть те или иные редкие очень исключения, когда комбинация букв, она, например, граничит с тем, что мы назовем имя Всевышнего как-то. Это нехорошо, неправильно. То есть мы чуть-чуть понижаем что-то. Например, 15 мы не будем писать йод и гэй. 10 и 5. 15. Йод и гэй – это имя Всевышнего. Не будем писать, потому что это будет в всяких записках, в всяких расписках использоваться и так далее. Нехорошо и некрасиво. Значит, возьмем меньше немножко. Вместо 10 возьмем 9. Сколько не хватает до 15.6? Значит, возьмем 9.6. 9 – это ТЭТ, 6 – это ВАВ. Итого будет ТЭТ, ВАВ. 15. Вот в этом все объяснил. Конечно, нужно привыкать к этому, но в целом, глобально, как говорится, эту концепцию я изложил. Всего доброго, до свидания.